Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии дождь, утром в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильные осадки и гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 0,5 в горах, до минус 5, днем 7-12 выше нуля и в горах местами до 5 градусов тепла. В Черкесске сегодня дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду и днем будут порывы до 14. Температура ночью плюс 2, плюс 4, днем 9-11 градусов тепла. В республиканской столице работает ярмарка деликатесов Тихого океана. Камчатские рыбаки привезли в Карачаево-Черкесию вкусное и полезное настроение. На дегустации побывал Руслан Коркмазов. И вот его рыбно-икорный репортаж. Людмила Григорян не просто приятный человек, не просто эксперт по деликатесам. Она стала символом богатого застолья. Все у нее вкусно и полезно, потому что из Тихого океана. Начнем с икры. Этот шедевр рыбного царства должен соответствовать строгим требованиям качества. Во-первых, она должна быть густой, она не должна быть жидкой. Во-вторых, обязательно нужно пробовать икру. Икра должна быть вкусом отдавать рыбе, чтобы чувствовался вкус рыбки. Она должна быть нежная, чтобы ее придавил и пленочка у нее лопалась, а не каталась по зубам. Вот в этой упаковочке сколько грамм? Здесь 300 грамм. И это 300 грамм сколько будет? Где-то 1800. Вот 1800 рублей, если дешевле, это уже не икра. Для тех, кто хочет получить удовольствие от рыбы, но при этом чуточку лень ее готовить, камчатские рыбаки привезли филе киты и горбуши, уже готовые к обеду, ужину и даже завтраку. Только картошечку надо пожарить, да со свежим хлебушком, почувствовать радость жизни. Рыбная царица Чавыча возглавила целую полезную делегацию из Камчатки. И вот какие у нас вкусные гости. Помимо Чавычи, конечно, у нас много наименований. И кита, и кижуч, и горбуша. Это все красная икра, красная рыба, это все лососевая рыба. Но есть и северные рыбы, как, например, белорыбица. Белорыбица тоже имеет те же свойства, как и Чавыча. Она полезна. Даже у кого большой холестерин, ее не страшно кушать, и она полезна также. Палтус у нас также всегда имеется. Палтус, он считается жирной рыбой, но для кишечника он очень хорошо перерабатывается и полезный. Так что можно кушать рыбку всю и принимать омега-6 в натуральных, а не в капсулах. Из глубин Тихого океана к нам привезли морскую капусту и селедку. А печень трески обещает наполнить душу радостью и организм витаминами. Всего 20 грамм в день, и ты здоров. Но от открыв баночку трески, уже трудно будет остановиться на 20-граммовой дозе. Камчатская рыбная ярмарка работает в Черкесске в доме предпринимателей по улице Горького. Гурманов ждут с 9 до 19 и до вечера воскресенья. Надо поспешить за рыбой икрой. Все это быстро раскупают. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Деликатесные вести. Карачаева, Черкесия. Сегодня день единения народов России и Белоруссии. И еще сегодня международный день детской книги. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Русская редакция» в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачной вам пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире «Радио России». Карачаева, Черкесия. Радио «Россия» расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаева, Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова